РАДИО СВОБОДА 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 У меня много чего сказать в этом плане, что, например, есть посредством массовой информации выступление некоторых весьма ответственных людей в том плане, что от рождения человеку даны равные стартовые возможности. Понимаете, это ключевая такая фраза и момент ключевой в жизни всякого человека. Ну и родители исходятся из этого. Родители, в принципе, не получают никакого воспитания в том плане, как быть родителями. И по отношению к самому ребенку. Личное дело. Склонность к самоубийству. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 10 ноября 2003 года. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Личное дело». У микрофона в Москве Татьяна Ткачук. С наступлением каждой осени кризисные центры, службы спасения, телефоны доверия, психологические консультации и психиатрические стационары ожидают увеличение количества вызовов от тех, кто решил расстаться с жизнью или от их близких. Сегодня с гостями московской студии Еленой Вруно, психиатром, детским суицидологом и Владимиром Войцехом, заведующим отделением суицидологии Института психиатрии Минздрава России мы поговорим о людях, склонных к попыткам самоубийства. Здравствуйте, господа. Добрый день. Добрый день. Статистика по обсуждаемой нами сегодня теме просто ужасает. В России от суицида погибает больше людей, чем от рук убийц. В июле нынешнего года Всемирная организация здравоохранения отдала России первое место в мире по количеству самоубийств. С 1998 года в стране регистрируется не менее 51 тысячи случаев. Каждый день в Москве от 4 до 7 человек, в зависимости от сезона, весной и осенью, как правило, эта цифра вырастает, в другие времена года она чуть ниже, решают покончить с собой. Причем официальная статистика далеко не в полной мере отражает действительную картину, потому что очень много незарегистрированных случаев, много случаев, когда не вызывают врачей и не фиксируют попытки самоубийств. Ну и неудавшиеся попытки, конечно, тоже в эту статистику по всей вероятности не входят. Елена Моисеевна, как складываются цифры, которые я привела, что влияет на такую статистику, и вообще как следует к ней относиться? Ну, здесь есть несколько моментов, на которые нужно, по-моему, непременно обращать внимание. Прежде всего, речь идет о том, что учитываются статистическими способами смерти от суицида. Есть такое понятие, как уровень самоубийств на 100 тысяч населения, количество смертей в течение года в данной территории. Эта цифра трудно меняется, она очень ригидная, эта цифра, и это один из макросоциальных показателей. Меня, как помогающего специалиста, конечно, значительно больше интересуют цифры покушений на самоубийство, поскольку я работаю с живыми людьми и думаю о том, как им помогать. И вот эти цифры во всем мире статистики не поддаются. Именно потому, о чем вы сказали. Не все обращаются, не все фиксируют эти попытки, и можно только предположить на самом деле, сколько на самом деле людей пытаются добровольно уйти из жизни. Елена Масимовна, очевидно, общественное мнение еще играет роль, потому что попытка самоубийства – это некое клеймо на семье, и, видимо, люди стараются не выносить ссоры из избы, наверное, еще поэтому часто не обращаются никуда. То есть если нет угрозы жизни, то такие вызовы могут и не поступать. Ну, конечно, в христианской культуре, конечно, суицидальное поведение – это поведение резко осуждаемое социальное. И, конечно, семья, в недрах которой происходит такое событие, чувствует себя дискредитированной, скомпрометированной. Если угрозы жизни нет, то, конечно, люди стараются собственными силами выйти из положения. Спасибо, Елена Моисеевна. И, Владимир Федорович, почему именно осень – это один из пиков для самоубийц, для тех, кто решил расстаться с жизнью? Один слушатель прислал нам письмо на сайт «Свободы». Правда, он говорит не о времени года, а о времени суток. Он пишет «В рассвете я чувствую какую-то неясную печаль, какой-то легкий запах смерти». И, кстати, спрашивает других слушателей, насколько для них близко, насколько им близко такое ощущение. Вот неужели осень, она в этом смысле сродни рассвету, и этого достаточно для того, чтобы такой был всплеск статистических цифр, и чтобы каждую осень вот этот вот кризис как бы он наступал снова и снова? Ну, на самом деле всплесков нет. Человек, сам дитя природы, и биоритмы человеческие, они, в общем-то, соответствуют определенным ритмам в природе. Начинается рост действительно суицидов с осени, и пик достигается где-то к декабрю месяцев. Из всех объяснений, которые там существуют, наиболее адекватным мне представляется это увеличение рост так называемых сезонных депрессий. Появления в последнее время были определены депрессии, связанные с укорочением светового дня. И, в общем-то, в какой-то степени географическое, географическое самоданное количество суицидов, свидетельствующие о том, что на юге суицидов меньше, чем на севере, в какой-то степени подтверждают гипотезу о том, что рост завершенных суицидов начинается с осени. Владимир Федорович, а вот юг и север, какое объяснение вы этому готовы дать? Почему так? Ну, здесь, безусловно, различные условия саможидания, более сложные на севере. Ну и, вероятно, связаны со световым днём, потому что в последнее время появилась даже самотерапия с депрессией светом. Спасибо вам за ответ. И, Елена Моисеевна, вы детский суицидолог. В самом, даже, в этом словосочетании, ну, что-то такое есть жуткое, потому что, конечно, детские самоубийства кажутся особенной дикостью. И я хочу вас спросить вот о чём. Если для подростков, то есть для детей возраста от 12, ну, может быть, даже от 14 до 18 лет, достаточно легко понять, какие причины могут двигать подросткам, которые решаются уйти из жизни. То есть это могут быть проблемы, связанные с его половым созреванием, с любимой девушкой, там, я не знаю, непонимание в семье. То, что касается совсем маленьких, 5-6-летних крох, может ли что-то в жизни такого маленького ребёнка произойти, что толкнёт его к такому решению, к такому желанию? Вот в младшей возрастной категории есть какие-то свои группы риска? И что это за дети? Ну, конечно. Нужно сказать, прежде всего, что детские самоубийства, то есть самоубийства детей до 10 лет – вещь очень редко встречающаяся. И про 5-6-летних ничего не могу вам сказать. В моём собственном материале занимаюсь я детскими самоубийствами уже больше 20 лет. Это у меня группа маленьких, до 10 лет, наверное, это не больше 40 человек за всю свою жизнь, и я видела. И читала, конечно, про это. Нужно сказать, что здесь есть несколько моментов. Что такое суицид вообще? Это осознанный, добровольный уход из жизни. Ключевых слов здесь много. Вот когда речь идёт о ребёнке, то в первую очередь мы ставим перед собой вопрос, в какой степени это осознанный добровольный уход из жизни. И мы, например, много раз убеждались в том, что ребёнок, совершая суицидальную попытку, не так, как мы, взрослые, представляют себе смерть. То есть ребёнок и не считают, что смерть – это безусловный конец существования. Ребёнок полагает, что смерть имеет начало и конец. Что смерть – это некое особое состояние, по окончании которого… Всё будет хорошо. Всё будет отлично. Более того, смерть с точки зрения ребёнка – это последний аргумент, к которому он прибегает в диалоге с самыми главными, с самыми близкими людьми в своей жизни, с родителями. Чем меньше ребёнок, тем в большей степени его аргументация обращена внутрь семьи. Чем он становится старше, чем он больше социализируется, тем больше он постепенно разворачивается от семьи. И становится зависимым от внешнего мира. И становится обращённым к социуму. Если для подростка главный человек в мире – это его приятель со двора, то для ребёнка, конечно, центр мироздания – его родители. И поэтому то насилие, которое терпит ребёнок от родителей, я имею в виду не только жестокое обращение и физические наказания, это прежде всего, конечно, разные проявления эмоционального насилия – пренебрежение, холодность, жестокость, подкуп, угрозы, запугивание и так далее. А вот какая-то жёсткость в воспитании, какая-то излишняя требовательность родителей может явиться одной из таких причин? – Такое насилие, обращённое к ребёнку от родителей, от самых главных людей, подрывает базовое доверие к миру. Вот это вот очень важный момент. Что такое жёсткость в отношении ребёнка? Какие могут быть градации этой жёсткости? – Ну, какие-то очень чёткие представления родителей о том, что ребёнок должен делать, и какие-то жёсткие меры по отношению к ребёнку, если он их не выполняет. Я не обязательно говорю о физическом насилии. Недовольство ребёнком, какие-то нотации. – Правила должны соблюдаться. И ребёнок должен твёрдо представлять себе, кто в этой системе, которой является семья, главной. – Правила должны соблюдаться. Но при этом прибегать к унижениям и жестокости нельзя категорически. – Спасибо, Елена Мазиновна. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Личное дело». Сегодня мы говорим о тех людях, которые однажды по каким-то причинам решают уйти из жизни. Гости программы – психиатры Елена Врона и Владимир Войцех. Владимир Фёдорович хотел добавить что-то к тому, что только что говорила Елена Моисеевна Врона о детских суицидах. Пожалуйста. – Я хотел бы сам добавить, что дети преимущественно до 10 лет, чаще всего у них обнаружатся еленые психические расстроения. Поэтому особенно те реагирования больного ребёнка более выразительные и значимые, и суицидальные попытки более легкие, что ли. – Что вы имеете в виду? Суицидальные попытки более легкие? – Ну, то, что говорила Елена Моисеевна, вот эта импульсивность определённая, непонимание, что такое смерть, те аффекты, которые испытывает ребёнок, безусловно. – То есть вы хотите сказать, что такой ребёнок приходит к решению расстаться с жизнью не через тяжкие муки, а… – Чаще всего через импульсивно, на окрик, на обиду какую-то, на оскорбление. – Очевидно, какая-то даже минимальная деталь, которая совершенно незначима с точки зрения взрослых. – Порой, да. – У ребёнка не очень здорового возраста. – Повышенная самочувствительность. – Спасибо, Владимир Фёдорович. Я хотела поговорить о службах доверия, которые возникли достаточно давно уже в России, и нас заинтересовало, насколько часто люди, решающие покончить с собой, звонят по таким телефонам. Кстати, интересная деталь. Сотрудники экстренной медико-психологической помощи в кризисных ситуациях во всех странах мира, я, например, этого не знала, никогда не называют своих настоящих имён и не спрашивают имён тех, кто им позвонил. Отчасти именно потому, что они довольно часто, простите за тавтологию, имеют дело с людьми нездоровыми психически. Итак, псевдоним нашего собеседника, психолога-консультанта службы доверия Галина Владимировна. – Человек, который решил расстаться с этой жизнью, он вряд ли кому-либо вообще позвонит и с кем-либо поделится, если он чётко решил. Люди звонят те, которые до конца не решили. То есть они вот как за последнюю соломинку хватаются, за последний шанс, что, может быть, кто-то ли ту соломинку протянет. Бесспорно, по телефону это очень сложно, но в каждой конкретной ситуации она просто где-то нужно выслушать. А иногда, на самом деле, ведь люди в состоянии стресса приходят к этой мысли, когда последние капли, а в этом состоянии, в любом состоянии стресса сужается сознание. Человек, как правило, видит только такой узкий-узкий коридор. И вот наша задача, как стороннему человеку, ну где-то разговорить его о том, о сём, и показать те ниточки, ради которых, в общем, может быть, и стоит остаться на этой земле. Которых человек просто в состоянии вот этого стресса, поглощённого сильными эмоциями, он просто не видит. Иногда это удаётся, иногда нет, наверное. Если он не будет разговаривать, некоторые, на самом деле, начинают обвинять, а чего вы там сидите, вот мне помогите, мне плохо. А почему плохо? Только разбирая конкретную ситуацию, можно помочь человеку. Просто посмотреть другими глазами с разных сторон на эту ситуацию. Бывают женщины, доведённые до отчаяния. В наше время это многие долги, поставленные на счётчик людям. Когда вот уже у них точно выхода нет, им просто вот хочет с кем-то поговорить на прощание. У меня было несколько таких вот случаев. Там много не очень здоровых людей, психически нездоровых, имеющих суицидальные попытки. Могу звонить окружающие люди, которые потом передают трубку. Это худший вариант, потому что если человек сам звонит, да, то он на самом деле что-то хочет. С ним можно хоть как-то поработать. А бывает, что муж звонит, жена там уже было 2-3 суицида попыток, да, откачали. И сейчас опять. Основная задача близких родственников, если родственники звонят, это попробовать человеку показать, что он нужен. Это самое главное. Потому что человек отчаявшийся, он считает, что он никому не нужен, что он только всем мешает. Это задача близких людей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Личное дело». Сегодня мы говорим о тех людях, которые однажды по каким-то причинам решают уйти из жизни. Гости программы – психиатры Елена Врона и Владимир Войцех. Владимир Федорович, вы уже сказали о связи суициды и депрессии. Она очевидна. Есть вот такие цифры, что до 70% депрессивных больных обнаруживают суицидальные тенденции, а 15% из них совершают самоубийство. Скажите, от чего зависит, что два человека, переживающих тяжелую депрессию, по-разному выходят из нее? Один в состоянии найти выход и справиться с ней, а второй видит выход только в том, чтобы наложить на себя руки. Если мы не говорим о психически больных людях, где, конечно, уже тогда, видимо, другая картина. Ну, цифры, все-таки, сандует, разные. От 50% до 90%, что больные с депрессией испытывают суицидальную мысль. Цифра 15% довольно устойчивая. Но взаимоотношение депрессии и суициды неоднозначно. Последние работы, вот в частности, зарубежные исследователи показали, что извлечение от депрессии не всегда приводит к исчезновению суицидальных мыслей. Суициды, которые совершают больные в состоянии депрессии, чаще всего связаны с переживанием бесперспективности, безнадежности, либо с переживанием острого чувственного, такого горя, болезненности, психологии, так называемой душевной боли. Это нетерпимое самоощущение боли, которое в переживаниях больных является более значимым, нежели переживания обычной боли, физической боли. Но чаще всего суициды совершаются при выходе с депрессией, либо в начале развития, потому что в сущности депрессия сама по себе не вытаскивает суицид, как таковое. А этому способствует определенное отношение сам человека к тому состоянию, в котором он находится. Это то, что он не может выполнять прежние обязанности. Это определенные те критические ситуации, которые он пережил или переживает, то есть кризисные ситуации. И при выходе из депрессии, либо в начале развития депрессии, сам человек понимает, что он не может справиться с теми проблемами, с кризисными ситуациями, которые находятся. — Владимир Федорович, а могут как-то близкие человека, который находится в состоянии депрессии, уловить вот этот момент, когда он будет выходить из депрессии, и, имея в виду, что именно этот момент критический, как-то быть более бережным и внимательным к члену своей семьи? — Ну, безусловно. — Какие признаки этого выхода из депрессии? — Ну, признаки выхода из депрессии, это сам человек становится более оживленным, оживает мимика, становится более эмоциональной, появляется блеск в глазах, — И именно в этот момент он способен на самоубийство? — И в это время, да, если имеются у него определенные кризисные ситуации, то есть ситуация кризиса, душевного кризиса, то да, ему проще это сделать, нежели тогда, когда он находится в тяжелой депрессии, человек там заторможенный, ему сложно претворить в жизнь суицидальные действия. — Спасибо, Владимир Федорович. У нас слушатель на линии. Мы прервемся на секунду, дадим ему слово. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. — Вы мне? — Да, мы вас слушаем. — Мария Дивановна, здравствуйте. У меня такой вопрос. У нас в доме присутствуют именно все вот эти вот примеры, которые вы сейчас обсуждаете. Дело все в том, мать воспитывает одна ребенка, и все время жестокость, унижение, оскорбления, окрики. Ребенок учится в восьмом классе, он боится страшно мать, а мать боится, что она не может его вырастить. Она раньше жила с мужем, который был очень жестокий, и то же самое приучал врать, бил его и подкупал, понимаете? И вот матери, как я не объясняю бабушка, она не понимает, она считает, что она делает все правильно. Она сказала, что он скорпион, и с ним только так и нужно. Я боюсь, как бы что-нибудь не случилось. Как повлиять на мать? Посоветуйте, как повлиять на мать? Она сама никуда не хочет идти. Вы понимаете? — Лидия Ивановна, спасибо. Поняли ваш вопрос. Елена Моисеевна Врона, пожалуйста. — Да, я думаю, что вот таких обращений бабушек, которые видят ошибки, которые совершают их дети, будучи родителями, родителями, и не имеют возможности включиться в это, эти ошибки исправить, таких обращений очень много. И в таких случаях всегда приходится сказать, что каждый живёт свою жизнь, и каждый набирает свой личный опыт. И если бы молодость знала, и если бы старость могла. И на самом деле, мне кажется, очень важным для бабушек в данном случае не утратить контакт со своими близкими и не потерять их любовь в бесконечных собственных упрёках и нотациях. И всё-таки я думаю помнить о том, что матерью этого ребёнка является ваша дочь, а не вы. Спасибо, Елена Моисеевна. Ещё один слушатель на линии. Мы до сводки новостей успеем выслушать ещё один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Вы мне? Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Валерий. Очень приятно. Вот вы знаете, у меня много чего сказать в этом плане, что, например, есть посредством массовой информации выступления некоторых весьма ответственных людей в том плане, что вот от рождения человеку даны равные стартовые возможности. Понимаете, это ключевая такая фраза и момент ключевой в жизни всякого человека. Ну и родители исходятся из этого. Родители, в принципе, не получают никакого воспитания в том плане, как быть родителями по отношению к самому ребёнку. Ну я почему это говорю? Сам ходил на приём к суицидологу, лечился от депрессии. И приходил в отчаяние, тоже доходило дело до суицида. Ну то есть, ну такой вот, такая была яркая жизнь, вот вдруг всё погасло и без наркотиков, там, собственно, без... И тут куча таблеток. Валерий, я прошу прощения, пять секунд буквально у вас, чтобы задать вопрос. Мы уходим на сводку новостей. Да нет, совет вот есть у меня, что, например, религиозное воспитание говорит о том, что вот... Валерий, не успеваем. Мы продолжим программу «Личное дело» и разговор с психиатрами Еленой Врона и Владимиром Войцехом о том, почему некоторые люди не в состоянии справиться со стрессом и решаются уйти из жизни сразу после краткой сводки новостей. Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей. Сибирь – реалия – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живёт большая часть России. Сибирь – реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни. Каждый день – новости аналитика, интересные интервью и захватывающие видео. Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Личное дело». Склонность к самоубийству. У нас в почте есть одно письмо от врача реанимации Андрея. Он пишет о том, что чаще всего суицидальные попытки совершают истероидные личности, склонные демонстрировать окружающим, как им плохо, и ожидать в ответ жалости. Он пишет о том, что отношение врачей к ним презрительное, как к людям, играющим на публику. И, как считает Андрей, именно вот такое презрительное отношение лучше всего лечит подобных людей от истерик и последующих попыток. А вот реальные самоубийцы, по мнению нашего слушателя, это люди серьезные, которые основательно подходят к процедуре – я сохраняю лексику врача, приславшего нам письмо – сделавшие свой выбор раз и навсегда, и чаще всего им это удается. Елена Моисеевна, но если попытку самоубийства совершал ребенок, и он столкнется в стационаре с таким вот врачом, с таким вот отношением к больным, не получится ли, что он захочет покончить с собой уже по причине презрения к нему окружающих, прежде всего тех людей, которых он первыми увидит после возвращения к жизни врачей? Ну, такое отношение мы оставим на ответственности, так сказать, вашего корреспондента. Я хочу сказать, что нужно иметь в виду непременно как минимум несколько вещей. Во-первых, даже на первый взгляд совершенно окончательное решение покончить с собой никогда не бывает окончательным. Окончательной бывает только сама смерть. человек, принимая такое решение, всегда, извините, наш жаргон, амбивалентен. Он хочет во что бы то ни стало прекратить невыносимую для себя ситуацию. Он видит ситуацию только черно-белой или не жить вовсе, или жить в ситуации с решенной проблемой, но при этом он предполагает жить. И вот этот очень тонкий баланс необходимо принимать во внимание с другой стороны к вопросу об истерических реакциях, демонстрациях и так далее. Огромное количество случаев мы видим, когда тяжелейшие медицинские последствия случаются в рамках именно так называемых демонстративных суицидальных попыток. То, что называется переигранной демонстрацией. В особенности такие попытки часто совершают подростки. «Личное дело. Склонность к самоубийству». Передачу его подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 10 ноября 2003 года. Мы продолжаем программу «Личное дело» и разговор о людях, для которых смерть в какой-то момент представляется единственным выходом из сложной жизненной ситуации. Попыткой доказать свою правоту и заставить окружающих пожалеть об их черствости. С Еленой Врона, психиатром, детским суицидологом, и Владимиром Войцехом, заведующим отделением суицидологии Института психиатрии Минздрава России, мы говорим о причинах попыток самоубийств и о том, что могут и должны сделать близкие, чтобы спасти находящегося в кризисе человека. Ведет программу из Москвы Татьяна Ткачук. И, Елена Моисеевна, пожалуйста, прокомментируйте звонок предыдущего слушателя Валерия. Да, ну вот Валерий нам пытался рассказать о своем опыте обращения за помощью. Вот здесь мне хотелось бы отпедалировать то, что он говорил, преодолевая психофобию, которая царит в обществе, преодолевая страх перед психиатром и психологом, которым одержимы все мы в известной степени. Он обращался за специализированной помощью, и я думаю, он будет обращаться за ней дальше. И это единственное разумное разрешение ситуации. Спасибо, Елена Моисеевна. Я много лет назад беседовала с одним знакомым психиатром, и он по моей просьбе попытался объяснить мне, что происходит с человеком в момент принятия решения об уходе из жизни. Он объяснил мне, что в это время не количество каких-то негативных событий и плохо складывающихся ситуаций присутствует в жизни этого человека. Все эти негативные события концентрируются в один клубок и в одну временную точку. Именно вот эта концентрация, она и может привести к такому решению. Но если врач в принципе может разглядеть потенциального самоубийца в человеке с определенным складом психики, то вряд ли он в состоянии отследить тот самый миг концентрации негативных эмоций и событий в чужой жизни, который может привести к такому трагическому исходу. Скажите, Владимир Федорович, но получается, что спасение утопающих это только дело рук близких утопающих? Я бы не сказал так. Полностью согласен с этим автором. Прежде всего, суициды можно разделить на импульсивные, импульсивные суициды. Вот в течение короткого времени, когда за час до суицида человек сам не знает, что он его совершит. Это преимущественно прерыватива молодежи с особенностями личности, их самохарактера и возрастными особенностями. А так до 70% люди в течение недели, месяцев, лет решают проблему, жить или не жить. И какие-то, безусловно, моменты критические, которые падают на уже, так сказать, имеющийся фон тяжелый, то есть сам человек находится в ситуации социально-психической дезадаптации. Последняя капля, она может сыграть эту роль, когда он совершает суицид. Но чаще всего человек определяет определенный день, закупает препараты или готовит соответствующее орудие для самоубийства. Как-то его поведение меняется, близкие могут это успеть заметить, понять, что... до принятия решения человек изменяется, он суетлив, задумчив, ходит в себя, невнимателен, депрессивен, то есть человек в поиске, решение я, потому что он решает какую-то задачу, непосредственно, для него очень важную. Владимир Федорович, а в это время люди, как правило, много времени дома проводят? Наверное, они не... Нет, как правило, они ищут контакт, они обращаются в поликлиники, к врачам, до 60% таких суицидентов обращаются в поликлиники, но они ищут собеседника, чтобы рассказать, но, увы, не всегда это удается. А как правило, потому что чаще всего суициды, это суициды в семье, поэтому доверия к своим близким нет, потому что они не могут высказать свои, так сказать, проблемы. А если они высказывают их где-то на работе, то, ну, известно как. Да плюнь ты на все это, не бери в голову. Все это ерунда. Все это ерунда, да, да. Вот, но когда сам человек принял решение, то он успокаивается, и тогда действительно трудно узнать, что сам человек готов к суициду. Но, тем не менее, какие-то высказания, надоела такая жизнь, их уснуть бы и не проснуться, то есть, определенно, такого, марталистического, что ли, плана мысли высказывается. По этому можно судить. Спасибо, Владимир Федорович. Слово слушателю. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Сергей Владимирович. Я хотел бы задать господину психиатру следующий вопрос. Какой орган очищает кровь от поступления адреналина? Вот. Это первый вопрос. Второй будет после ответа. Прошу вас, Владимир Федорович, какого органа? Такого органа нет, потому что организм, это система, и после выброса адреналина в определенной ситуации распадается во всех клетках. Сергей Владимирович, это ваш второй вопрос. Мой второй вопрос. Я читал у Блейлера, что главный орган, который перерабатывает адреналины в крови, это печень. Что делать, когда человек перенес болезнь Боткина? Спасибо. И попадает в сильный стресс. Ну, действительно, печень это основной фильтрующий орган. И если печень больна, то печень необходимо беречь. Спасибо, Владимир Федорович. И Елена Моисеевна, вот в одном из изданий я прочла, что если в Америке самоубийство детей и подростков чаще всего связано с алкоголизмом и наркоманией, то в России дети таким образом решают свои проблемы. Мне вот такое противопоставление двух стран показалось странным и вызвало ряд вопросов. Насколько, с вашей точки зрения, суициды вообще связаны с местом жительства человека и с социальной ситуацией, в которой он находится? Ну, опыт показывает, что суициды в первую очередь связаны с возрастом. А не с местом проживания. И на протяжении жизни человека появляются два пика суицидальной активности. Это подростковый возраст и старческий возраст. И нужно сказать, что вот эта вот всемирная тенденция увеличения количества суицидов от года к году, она является, действительно, эта тенденция является универсальной. В большой степени это связано с тем, что увеличивается количество стариков в населении от того, что увеличивается продолжительность жизни, от того, что развивается медицина с одной стороны. С другой стороны, собственно, возрастные проблемы, они мало, на мой взгляд, зависят от социальной ситуации. Конечно, безусловно, наркомания и алкоголизм это те факторы, которые играют колоссальную роль в формировании суицидального поведения. Я думаю, что в России ничуть не меньше на самом деле, чем в Америке. Мы догоняем. Мы догоняем. Несколько лет назад приезжала делегация американских суицидологов, и речь шла о том, что темпы роста увеличения подросткового суицидов в Америке пока что выше, чем в России, при том, что абсолютные цифры может быть и меньше. И они говорили о том, что главные факторы это доступность наркотиков и очень ранняя наркотизация, ранняя инвалидизация. Так вот, мы догоняем. Мы догоняем хорошим темпом, потому что границы открыты, наркотики доступны практически любые, в больших городах во всяком случае. Дети и подростки нередко впервые пробуют наркотик, будучи в состоянии депрессии, пытаясь таким образом себя лечить от депрессии. Моментально возникает привыкание, поскольку ребёнок и подросток в этом смысле более уязвим. Об алкоголе я не говорю. Проба алкоголя это подростковая культура, которая включает в себя как необходимый атрибут бутылку пива в руке. Чем меньше возраст человека, тем легче формируется зависимость. Режиссер подсказывает мне, что звонок из Санкт-Петербурга. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мне известно, что психиатры могут любого признать психически больным, поэтому многие отказываются говорить и слушать психиатров, чтобы они не смогли начать лечение. Вот у нас знакомый, значит, пытался суицид сделать, его где-то неделю вылечили, и потом больше года держали психушки, кололись действующими препаратами, и теперь несколько лет преследуют, постоянно время от времени сажают психушку, хотя он говорит, что мне совершенно она не нужна. Спасибо вам за звонок. Я думаю, Владимир Федорович, вы хотите ответить. Пожалуйста, прошу. стационирование в психиатрическую больницу осуществляется самодобровольно, самобольной подписывает документ, что он согласен на лечение, согласен получать соответствующий вид терапии, если же недобровольно, то есть принудительно, в таком случае в течение трех дней об этом сообщается судье и решается вопрос. Спасибо вам за ответ, и хотелось еще поговорить о том, что происходит все-таки до того, как человек после суицидальной попытки может попасть в стационар. Что происходит в службе спасения? Что происходит в том месте, где принимают звонки по телефону 911, когда там раздается звонок, свидетельствующий о суицидальной попытке? С сотрудником Московской службы спасения Екатериной Будриной беседовал наш корреспондент Михаил Селенков. Для того, чтобы понять, как реагирует служба спасения, нужно представлять вообще технически, как выглядит соответственно такой звонок. Если человек звонит, значит он поспудно хочет, чтобы его уже спасли. Оператор связи, который принимает звонок, он естественно сразу же уже определяет телефон звонящего, определяется адрес. Достаточно долго абонента держат на проводе, для того, чтобы в это время оперативный дежурный связался уже с экипажем спасательским, и этот экипаж смог выехать на место. Но чаще всего вызывают службу спасения так, когда не самим человеком что-то происходит, а звонят соседи. Если звонят соседи или родственники, значит чаще всего действительно реальный суицид. Вот это страшнее всего. Бывали у нас случаи, когда нам звонили дети. Звонит ребенок и говорит, что мне делать, у него мама хочет выпрыгнуть из окна. И тут, конечно, самое главное, очень быстро реагировать. Бывали моменты, когда человек звонящий говорил, что он хочет покончить с собой, действительно резал себе вены. Очень долго оператор связи держал человека на телефоне, человек потом перезванивал еще раз, и мы уговаривали человека открыть дверь. И в этой ситуации нам приходилось просто приехать на место, быстро его привести в чувство, сделать какие-то медицинские действия. Конечно, если случается такое, что там или передоз наркотиков или там какие-то другие вещи, просто взламывается дверь. Можно только увидев, понять, как быстро это происходит. Вообще, во время суицида тут речь идет о считанных секундах. Особенно, например, он стоит на подоконнике и хочет прыгнуть вниз. Вот это самая тяжелая ситуация. Но человек стоит на окне 12 этажа, кричал вниз, что он сейчас покончил с собой, естественно, была вызвана служба спасения соседями. Тихо вошли в квартиру и моментально его оттуда стащили. У нас был случай, когда молодой человек стоял на достаточно на большой высоте, наркоман, и угрожал всем, что он сейчас себе впрыснет в вену шприц с бензином. И вот, например, вот в этой ситуации спасателям нужно было не просто быстро его стащить, а уговорить самому спуститься. Нужно было найти те самые слова, которые бы позволили человеку расслабиться, довериться спасателям и не сделать этого самого шага. Служба спасения, ведь на самом деле, она состоит не только из спасателей, она состоит из колл-центра, так называемого 911, на который обрушивается весь этот самый вал звонков, в том числе и суицидальных. Поэтому девочки-операторы связи первые принимают на себя этот кошмар. И часто, кстати, без выезда службы спасения оказываются помощи при суицидах тоже. У нас были случаи, когда девочки-операторы связи, не будучи психологами профессиональными, держали на трубке человека, который хотел с собой покончить, женщину, в течение двух часов. Ее уговорили не делать этого шага. И потом была встреча очень такая, знаете, действующая даже. Набывал их спасателей, когда пришла эта женщина с цветами, благодарила своего спасителя. Что касается операторов связи, у них контакт только голосовой, но они всех очень жалеют. Они очень чувствуют ситуацию и они понимают, когда как нужно разговаривать. Иногда нужен очень резкий тон, очень такой жесткий тон для того, чтобы вывести человека из вот этого состояния близкого к суициду. Иногда, наоборот, нужно пожалеть. У спасателей, когда, например, они спасают человека, они же разные эти люди, которые пытаются покончить с собой. Иногда думаешь, господи, хоть бы и не спасал его. Но для них все люди равны, это абсолютно точно. Иначе бы они не смогли здесь работать. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну радио «Свободы». Вы слушаете программу «Личное дело». Мы говорим сегодня о суициде и склонных к попыткам самоубийства людях. Гости программы психиатры Владимир Войцех и Елена Врона. И слушатель ожидает в своей очереди задать вопрос или высказать свое мнение. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Это говорит бывшая пациентка Елена Моисеевна Врона. Это было очень давно, лет 15 назад. Я хотела сказать, может быть, то, что я скажу, поможет кому-нибудь. Зачастую для человека поводом для самоубийства является страх. Человек боится не справиться с ситуацией, в которую он попал. Боится реакции окружающих на то, что он сделал или собирается сделать. Боится, что он не сможет соответствовать тому, чего от него ждут. И, по-моему, способ помочь ему это правильно определить, собственно, что с ним случилось, чего он испугался и с чем он боится не совладать. И еще раз спасибо, Елена Моисеевна, за когда-то проявленную заботу и внимание. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну, даже мне очень приятно, что звонок такой прозвучал и что Елена Моисеевна выслушала такие слова. И для нас это возможность поговорить еще на одну тему. Это об отношении врачей к людям, совершающим суицидальные попытки. У нас в почте есть одно письмо от врача реанимации Андрея. Он пишет о том, что чаще всего суицидальные попытки совершают и стероидные личности, склонные демонстрировать окружающим, как им плохо и ожидать в ответ жалости. Он пишет о том, что отношение врачей к ним презрительное, как к людям, играющим на публику. И, как считает Андрей, именно вот такое презрительное отношение лучше всего лечит подобных людей от истерик и последующих попыток. А вот реальные самоубийцы, по мнению нашего слушателя, это люди серьезные, которые основательно подходят к процедуре, я сохраняю лексику врача, приславшего нам письмо, сделавшие свой выбор раз и навсегда, и чаще всего им это удается. Елена Моисеевна, но если попытку самоубийства совершал ребенок, и он столкнется в стационаре с таким вот врачом, с таким вот отношением к больным, не получится ли, что он захочет покончить с собой уже по причине презрения к нему окружающих, прежде всего тех людей, которых он первыми увидит после возвращения к жизни врачей? Ну, такое отношение мы оставим на ответственности, так сказать, вашего корреспондента. Я хочу сказать, что нужно иметь в виду непременно как минимум несколько вещей. Во-первых, даже на первый взгляд совершенно окончательное решение покончить с собой никогда не бывает окончательным. Окончательной бывает только сама смерть. Человек, принимая такое решение, всегда, извините, наш жаргон амбивалентен. Он хочет во что бы то ни стало прекратить невыносимую для себя ситуацию. Он видит ситуацию только черно-белой или не жить вовсе, или жить в ситуации с решенной проблемой, но при этом он предполагает жить. И вот этот очень тонкий баланс необходимо принимать во внимание с другой стороны к вопросу об истерических реакциях, демонстрациях и так далее. Огромное количество случаев мы видим, когда тяжелейшие медицинские последствия случаются в рамках именно так называемых демонстративных суицидальных попыток. То, что называется переигранной демонстрацией. В особенности такие попытки часто совершают подростки. Подросток, выбирая средства самоубийства, руководствуется своим личным опытом. Он, например, даже не имея в виду умирать, а имея в виду воздействовать на ситуацию, продемонстрировать свое намерение, выбирает, например, с его точки зрения безопасный препарат, и очень тяжелые последствия возникают. С другой стороны, ребенок, совершая суицидальную попытку, полагает, что он не умирает до конца и совершает при этом попытку самоповешения. Спасти этого ребенка, вынуть его из петли, это не значит спасти его навсегда, потому что способ самоубийства таким образом вызывает тяжелую инвалидность. Но он-то думал, что он таким образом воздействует на маму, которая в воспитательных целях угрожает ему сдать его в детский дом, если он опять получит двойку. Лена Моисеевна, спасибо. У нас звонок слушателя с мобильного телефона, поэтому мы прервемся. Здравствуйте, мы слушаем вас. Говорите. Алло, здравствуйте. Я прошу простить, может быть, не совсем то, что сейчас у вас идет передача. У меня взрослая дочь, я, может быть, неправильно с ней обращалась, я не знаю, ей уже достаточно 43 года, она сама медик в патанатоме работает. Она ушла из дома, мотивируя, с други, мотивируя тем, что вот я ее там притесняла, не притесняла. Но нам с мужем, кроме дочери, никого в жизни нет. У нее нет семья, живет с подругой, у которой нормальная семья, но нет мужа. И у меня часто вот остается в жизни только одна, с папой она как-то больше, там, я не знаю, он на даче живет. И она мне говорит, что вот когда кто-то один из вас останется, я вернусь домой, я говорю, доченька, я не могу живая лечь. Но дело в том, что я иногда задумываюсь, может быть ради того, чтобы ее спасти. Я не собираюсь свежаться, у меня просто не хватит сил. Может мне из дома уйти, я не знаю, что делать. Все мне говорят, вот как я слышала в вашу передачу тут, что да брось, да все. Это бросить можно кому-то чего-то сказать. Но когда знаешь, что единственный ребенок остается после нас, и никого за ней не стоит, очень легко людям, которые ее приняли, которые ее окружают, ну не погубить, то по крайней мере подождать, когда не будет родителей. Я прошу прощения, что может быть это не по теме. Всего доброго. Спасибо вам за звонок. Кто-то из моих гостей готов прокомментировать. Елена Моисеевна, пожалуйста. Очень коротко. Здесь явно кризисная ситуация в семье. На мой взгляд, здесь есть все основания для того, чтобы попытаться разобраться в этой ситуации вместе со специалистом. и есть резон обратиться за психологической, психо-терапевтической помощи этой немолодой женщине, которая нам звонила, и вместе со специалистом попытаться наметить какие-то тактики и стратегии и, может быть, выйти из этого кризиса. Спасибо. И я очень надеюсь, что женщина, которая нам только что позвонила, она слышала ваш ответ и обязательно воспользуется вашим советом. Звонок из Подмосковья у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Таисия Николаевна. У меня такой очень вопрос. Скажите, вот если человек часто угрожает покончить самоубийством в жизни, совершает ли он когда-либо это? Я сейчас объясню. Очень близкий мой человек, это в моей семье, значит, в течение 10 лет держит напряжение жену и сына, и мать тоже самое, что он рано или поздно повесит. Он даже говорит, вот я приду и повешу. У него вообще-то психопатия, и он когда-то пил, сейчас он закодировал. Скажите, что нам делать? Спасибо. Владимир Федорович, прошу. Ну, безусловно, сам речь идет о шантаже, но тем не менее, игнорировать его высказывания не следует. Я думаю, что вам тоже необходимо обратиться к специалисту, чтобы решить этот вопрос, в частности, с вашим мужем. Владимир Федорович, я вот попробую вопрос чуть пошире поставить, и, может быть, Таисия Николаевна найдет в вашем ответе то, что она хотела услышать. Вот у нас в почте есть письмо, короткое, без подписи. Вытащил я когда-то соседа из петли, а спустя пару лет он человеку убил. Вот я и думаю, правильно ли я тогда поступил? Насколько вообще аутоагрессия связана с агрессией, направленной против других? Есть такая прямая связь? По некоторым данным, до 50% суицидентов присутствует агрессивность. И перед суицидом они совершают агрессию, и затем еще более, так сказать, чувство вины и совершают суицид. Наши исследования показали, что можно говорить о двух стилях поведения. Аутоагрессивном, то есть суицидальном, и гетероаутоагрессивном. Лица, которые гетероаутоагрессивны, они, если не могут направить свою агрессию на окружающих, то чаще всего направляют ее на себя. Аутоагрессанты никогда не совершают агрессивные поступки, они чаще совершают. Вот в данном случае, мне кажется, зять-то есть и не колонные. А в данном случае здесь вещь идет, безусловно, о таком длительном шантаже, безусловно, в данном случае необходимо обратиться к специалисту, для того, чтобы решить вопрос более строго, более детально. Спасибо вам за ответ. И еще один поворот темы. Смерть каким-то магическим образом, наверное, таким неким соединением страха и любопытства, она привлекала к себе зевок. В США в ближайшее время может появиться прецедент публичного совершения самоубийства рассказывает наш корреспондент Никита Татарский. Из чего можно сделать шоу? Из всего, как из любого проявления жизни, так и из смерти. Такими словами начинается статья интернет-сайта «Звуки.ру». Статья повествует о том, как американская рок-группа Hell on Earth «Ад на земле» приняла решение сделать частью своего концерта публичное самоубийство неизлечимого больного поклонника. На концерт в американском городе Санкт-Петербурге, штат Флорида, уже аккредитовано множество журналистов. Однако точное время и место проведения пока держатся в тайне. Власти города официально заявили, что они любой ценой не допустят проведения подобной акции. «Мы не намерены сидеть сложа руки и позволить человеку лишить себя жизни», заявил председатель городского совета Билл Фостер. Это заявление лидер рок-группы Hell on Earth Билли Туртелло прокомментировал следующим образом. «Так или иначе, эти люди будут уходить из жизни сами, по собственной воле». Концерт отложен на неопределенное время, так как интернет-сайт рок-группы, на котором должны были появиться анонсы времени и места проведения акции, был выведен из строя группы неизвестных компьютерных хулиганов, хакеров. Вот несколько комментариев этой новости, присланных читателями сайта «Звуки.ру». Такие средства для саморекламы — гнусность. Вот увидите, концерт не состоится, и эти подонки еще будут выглядеть мучениками свободы слова. Никакого суицида не будет, зато о группе узнают миллионы. Это не идиоты, это подонки, такими вещами не играют. В то время, как власти Санкт-Петербурга ищут способы запретить концерт, а возмущенная общественность спорит о том, можно ли делать смерть элементам шоу, доподлинно известно, что желающим приобрести билет на концерт рок-группы нет числа. Можно этому удивляться, а можно вспомнить о толпах зевак на публичных казнях средневековья. Это был Никита Татарский, и у нас очень мало времени остается. Елена Моисеевна, что всерьез должно насторожить родителей в поведении или фразах ребёнка, и как суметь отличить эпатаж, а может быть и шантаж родителей от реальных намерений сына или дочери покончить с собой. Самое главное нужно иметь в виду, что любые высказывания ребёнка о нежелании жить нужно расценивать как реальную угрозу жизни. Нет в детском возрасте истинных и демонстративных суицидов. Любая суицидальная попытка имеет реальную опасность для жизни ребёнка. Мне кажется, это самое главное. Спасибо вам. В заключение мне бы хотелось успеть процитировать ещё одно письмо из Почты Свободы и снова письмо от врача. Игорь Михайлович из Санкт-Петербурга пишет о том, что причина, побуждающая у людей мысли об уходе из жизни, одинаково практически для всех самоубийц. Это отсутствие видимой перспективы. Именно видимой, подчёркивает врач. Суметь же разглядеть перспективу реальную без помощи близких в тяжёлых ситуациях бывает невозможно. Я благодарю за участие в программе детского психиатра, суицидолога Елену Врона и Владимира Войцеха, заведующего отделением суицидологии Института психиатрии Минздрава России. Для вас работали режиссёры Наталья Гуреева и Оксана Крутоверцева, координаторы Надежда Перцева и Юлия Иванченкова вела программу Татьяна Ткачук. До встречи! Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Редактор субтитров А.Семкин